С 23 апреля мы с вами ведем разговор по поводу малоархитектурных форм. Хотелось бы узнать ситуацию с Уральской фирмой, которая по установке малоархитектурных форм. Какая ситуация с вашей стороны была вратила на работу? По одному из контрактов у них малоархитектурные формы, бетонные, должны были быть поставлены в установку 14 июня. Сегодня составляется акт о том, что работа не выгодна. Это начало потензионной работы. Мы действуем, прежде всего, это вложить в рамках российского законодательства. Был закрытый муниципальный контракт, в нем прописаны все сроки. Раскорбнуть, принять штрафные санкции мы имели только после явного факта невыполнения подрядной организации условий контракта. В процессе этих сроков, в рамках этих сроков, когда мы с 23 апреля ввели диалоги, мы им направляли письма, чтобы они предоставили их графики. Графики они, соответственно, предоставляли в рамках данных. Датку муниципального контракта, контактные телефоны и, соответственно, исполнителей. В городе Балаково, в Саратовской области, у них никакого предстоительства не имеется. От встреч они уклоняются. Как я ранее сказал, на сегодня они были вызваны для составления актов о невыполнении. Это по одному из муниципальных контрактов, где малые архитектурные формы из бетона, запланированные на архитектурных руках на улице Грандика города Балаково. В подрядчику будет поставлено завтра, а сегодня направлено письмо с приложением данного акта, где будет определён срок недели на устранение недоставок по одному контракту. При невыполнении уже будут направляться документы на расторжение и объявление его недопровольного террориста. Дальнейшее решение по этим муниципальным средствам, которые были запланированы на данные работы, будем обсуждать уже совместно с депутатами и рабочей группой. По муниципальным контракту, который у них заключен на поставку детского игрового оборудования, у них срок месяц 20, вот, стоите, июль, июля. Ситуация с ним тоже такая, что есть были направлены письма, они предоставили графики в равных этих дат, те же самые телефоны ответственных исполнителей. Сегодня также будет фиксировано, что идёт невыполнение. На наши запросы они отметили, что в настоящий момент идёт изготовление оборудования и обязуется поставить его в срок согласно муниципальному контракту. Денис Борисович, тоже хотел бы сказать о том, что жители, наверное, мало волнуют причинами, эти переписки, почему во дворах нет вот этого оборудования. Их волнует конечный результат, и бесконечный результат отвечаем, в том числе и мы с вами. Вот, я не знаю, работу, как мне кажется, вы должны вести, или заставить подрядчика, который выбрал локцион, провести те обязательства, которые он взял на себя, либо искать декоративную возможность, декоративного подрядчика, который будет эту работу выполнять. Я хотел бы сказать о том, что вот этой работой мы с вами 3 месяца общаемся, эта работа должна вестись параллельно. У вас по бетонной конструкции уже сроки все вышли, вы сейчас пишите письма, доставите график, там надо другие работают. Мне кажется, пора заканчивать, верить в чудеса, уже надо, я не знаю, двигайтесь параллельными курсами, объективно, ну, с 23 апреля мы говорим об этом, 40% падения не может быть. С рамками законодательства. Как вы этих заданий составляете для других работ, давайте вот с этой темой разберемся. Параллельно запускайте процедуру, я не знаю, там, давайте пока запустим, может быть, параллельно, вот, суббот, какой-нибудь, там, документацию будем готовить на поиск другого подрядчика. Мы сейчас затянем, они сроки не дождемся, будем после этих сроков еще полтора-два месяца заниматься процедурными аукционами по поиску другого подрядчика.